Нас три раза кинули, но, надеемся, четвертый раз вы нас не кинете. У нас очень много денег, мы не знаем, куда их девать. То есть, понимаете, в головах у этих профессиональных патриотов нанести Западу ущерб при помощи ядерной бомбы – это можно. А нанести Западу реальный ущерб, который будет для него болезненный, от которого он заплачет и пойдет на уступки – вот это абсолютно недопустимо. Добивалось в головы одно и то же каждый день. В каждую голову каждый день. Утром, днем, вечером. Что предательство Родины – это то, что полезно, то, что окупается, то, что разрешено. Защита интересов Родины – это преступно, за это наказывают беспощадно. Добрый день, дорогие друзья. Традиционные беседы с экономистом, депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия». Михаил Геннадьевич Делягин, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Главный вопрос, тема дня. Да ладно. Михаил Геннадьевич, рубль. Что происходит? Почему рубль сыпется и к доллару, и к евру, и к юаню? У нас же все так хорошо. Ну, как что? Корпоративный олигархат. Олигархи, у них есть сложности. Новотек решил расширить свою империю. А тут как раз Шелл бросил Сахалин-2. Ну и, как я понимаю, Новотек решил, грубо говоря, дать Шеллу взятку, чтобы тот за него поработал. На Западе похлопотал. Позаботился о личных активах, может быть, Михельсона, о корпоративных интересах Новотека. Ну и решили у него эти брошенные активы, которые прекрасно управляются и без него, прекрасно существуют без него, выкупить. И 94,8 миллиарда рублей. Между прочим, цена установлена бывшей российской дочкой Анстоянга, которая сейчас якобы самостоятельная структура аудиторская. Но аудит – это фактически узаконенный шпионаж, на самом деле. И причем все попытки как-то ограничить аффилированные Западом аудиторские компании в части их, так сказать, работы с нашими стратегическими компаниями, они очень жестко блокируются Минфином и Минэкономразвития. Если Минфин и Минэкономразвития являются лоббистами просто, большой аудиторской четверки, то это ладно. А вот если спецслужб западных, которые за ними, вероятно, стоят, это уже большой вопрос. Ну, правда, задавать его в России некому, наши органы нашей безопасности взят, мы же с вами понимаем. Ну вот. Эта самая дочка провела, значит, аудит, оценила активы Шелла в 94,8 миллиарда. Там чуть меньше четверти проекта «Сахарин-2». Как она их оценила, непонятно. Но, во-первых, методика не раскрывается. Во-вторых, рынка таких активов не существует. Особенно сейчас под санкции. Так что есть основания полагать, что сумма очень сильно завышена. Но на поверхности новость, что, значит, Шелл выведет из России, из России уйдет эквивалент 94,8 миллиардов рублей. Ну, естественно, да, все понимают. Это полтора миллиарда долларов. Да, сумма небольшая. Вообще небольшая. Да, совсем небольшая. Но это одномоментно. Это объявлено очень широко. То есть психологический удар по рынку очень серьезен. Учитывая, что и Банк России, и Минфина, и все государства заинтересовано в девальвацию рубля, чтобы наполнить бюджет инфляционными рублями, раз уж не получается, инфляционными и девальвационными, раз уж не получается нефтяными. Ну вот, пожалуйста, совпадение интересов корпоративного олигархата и, соответственно, правящей либеральной тусовочке. Так, а и насколько глубоко все это будет происходить? Что? Как далеко рубль будет падать? Я думаю, что, судя по тому, что там заявился Луанов, на следующей неделе он может немножко укрепиться. Это, конечно, если в банке России у кого-то есть мозг. Если в банке... Потому что курс рубля, он же, так сказать, очень жестко управляется банком России. И формальными инвестициями, и неформальными... Интервенциями, извините. И формальными интервенциями, и неформальными интервенциями. И вербальными, и не вербальными. Так что, в принципе, какой захотят, такой будет. При всех разговорах о свободном плавании, ердочных отношениях. Но это для них дополнительные доходы. Так что я думаю, что на следующей неделе немножко крепней, чтобы паники не было. А дальше будет продолжать слабить по 25-35 копеек в день, как он до этого слабил. — Михаил Геннадьевич, горжусь тем, что беру у вас интервью и такая прекрасная возможность, потому что... — Да, еще, 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 еще. Я напомню. Вот в прошлом году госпожине Биулиной не удалось отчитаться перед Госдумой в день рождения Гитлера. Причем, когда я на это обратил внимание, ну, в общем, были неприятности, вплоть до объявления меня в розыск Интерполом формально к этому непричастному Азербайджану. Так что я сейчас не могу уехать из страны никуда. Но, очевидно, есть тяга к этой дате. В прошлом году ей пришлось соскочить с 20 апреля. В этом году она опять выбрала 20 апреля для отчета перед Государственной Думой. Ну, понимаете, ну вот есть символы в душе каждого из нас и в душе госпожи Набиулиной. Судя по всему, ярко горит день рождения Гитлера. А с другой стороны, если посмотреть на последствия экономической политики Набиулиной для России, ну да, да, да. Я хотел сказать, что благодаря общению с вами я сделал ровно такой же прогноз, ну, предположение, что сейчас он укрепится, а дальше будет опять съезжать. Вот, товарищи... А сейчас Силуан нас с вами послушает, и все будет наоборот. И будет 90-го в следующей неделе, не дай бог. Ну, посмотрим. Хочется, чтобы вы прокомментировали еще некоторые версии. В Телеграме распространяется канал «Образ будущего». Такая мысль. Правительство и ЦБ приняли решение девальвировать рубль. Решение одобрил Кремль. Для поддержания экспорта и усиления экономики, а также борьбы с инфляцией, которая в реальных цифрах приблизилась к 23%, было решено опустить курс рубля. Спуск остановится к середине лета на значениях. Евро 105-110, доллар 95-100 рублей за штуку. Как вам такой прогноз? Ну, вы знаете, сразу давайте зафиксируем, что в формулировочках, что Кремль одобрил динамику курса рубля, извините, это бред. Это бред. Во-первых, Кремль крайне неоднороден. Во-вторых, там сильно меняются балансы сил. И, в-третьих, Кремль сейчас курс рубля интересует постольку поскольку. Более того, любой человек из Минфина, любой человек из Банка России способен объяснить Кремлю, почему завтра необходим курс рубля 150 и почему завтра необходим курс рубля 50. Кремль в это не влезает. Он переживает политические последствия этого. Но, согласитесь, даже если завтра будет 95-100, политические последствия этого будут никакие, нулевые. Потому что мы все понимаем, и все понимают, что Запад – это враг. То, что не было 200, спасибо большое, начальству, хотя и реакция была истерическая, и крайне избыточная, и можно было обойтись в половины мер. Но в условиях паники, это сейчас понятно, что можно было обойтись в половины мер. Я очень хорошо помню, как, например, вводилось ограничение, что 80% валютной выручки должно быть репатриировано. Ну, детали я не могу сказать, потому что мне это в частной беседе рассказывали. Но резюме, которое мы все знаем, я напомню, что это ограничение ввело Министерство финансов, которое никакого отношения формального к этому не имело, и юридически этих ограничений вводить не имело права. Товарищ Силуанов в воскресенье об этом заявил, и тем самым, в общем, спас российскую экономику, которую госпожа Небюрин уже приготовилась сливать вот этот вот самый байденовский 200 рублей за долг. Вот. Но вот эта сама формулировка «Кремль одобряет», понимаете, она показывает, что люди какие-то хвосты информации, наверное, имеют, но что эта информация значит, они не знают. Это первое. Второе, коллеги, к середине лета – это непредсказуемая дальность. Она может планироваться людьми в Минфине, людьми в Банке России. Вот. Я согласен, что при том, что все идет, как сейчас, будет больше 90, но, простите, все идти, как сейчас, не будет. Не будет. У нас впереди конец мая, у нас впереди довольно драматические обстоятельства. Вот. Уже люди, которые имеют, так сказать, опять-таки, аналитические возможности прогнозировать, говорят о вероятности украинского наступления под Пасху или иду 9 мая, чтобы попортить праздники. Мы видим, что, скажем так, система управления, которая взяла за идеал Россию Николая II, она примерно таким же качеством управления и обладает, в том числе боевого управления. Это видно. Впрочем, это естественно. И сейчас все замерло и ждет. В этих обстоятельствах, конечно, можно делать прогнозы, но к середине лета ситуация качественно изменится. Поэтому делать линейные прогнозы до середины лета, и сейчас, находясь вблизи точки бифукации, которые у нас, скажем так, я жду приостановки ведения военных действий, даже относительно той точки заморозки, которая у нас сейчас, это конец мая. Человек, который принципиально не влезает в происходящее в силу того, что там невозможно понять, какая информация секретна, а какая нет, потому что люди, в общем, говорят самые странные вещи, поэтому их приходится переставать слушать. Но я не знаю, будет по-хорошему это или по-плохому, для кого это будет выгодно. Но слухи об интенсивных переговорах. Фантасмагорическая позиция российских властей. Когда мне летом прошлого года МИД написал, что Россия не признает украинское государство террористической организацией, потому что в этом случае не сможет обеспечивать свои обязательства в обеспечении его территориальной целостности и неприкосновенности, я сначала вызвалился в отношении МИД. А сейчас я понимаю, что вижу, что государственная политика ровно такая. Мы обеспечиваем территориальную целостность и неприкосновенность Украины в тех границах, которые мы зафиксируем для нее. Я не буду это комментировать никак, потому что это соберет большое урожай ее головных статей сразу. Но мы видим, что эта политика реализуется. Если вы видите привидение, и вам кажется, что вы видите какой-то бред, но потом это привидение начинает переставлять у вас в квартире чашки, тарелки, стаканы, и вы видите, что в этом есть внутренняя логика, то, что эта внутренняя логика вам абсолютно чужда, для вас неприемлема, это не означает, что этого привидения нет. Но есть. И оно вами управляет. Вашей жизнью. Вашими тарелками, чашками, стаканами и так далее. Поэтому я не знаю. Я вижу, слышу опять упоминания якобы о мячной сделке. Я вижу потрясающую позицию российских властей. Я понимаю, что МИД ее только озвучил. Да, по поводу зерновой сделки. Нас три раза кинули. Но, надеемся, четвертый раз вы нас не кинете. Это же говорят не сумасшедшие. Это говорят не психи. Это говорят не маньяки. Это говорят люди с четким логическим мышлением. Вы нас три раза кинули, и мы действуем, исходя из того, что четвертый раз вы нас не кинете точно. То есть, у них есть определенный интерес. Если это интересы просто людей, которые завязаны на экспорт зерна, российского, украинского или турецкой муки, я уж не знаю. Это одна версия. Один вариант. Одно поведение. А вполне возможно, что это более глубокие, более системные интересы, в которых интересы, так сказать, российских якобы зерновых экспортеров, они просто являются прикрытием более фундаментального интереса. Поэтому в детали я здесь не могу влезать. Но вот в конце мая, в последней декаде мая, у меня, знаете, у меня у моей университетской любви день рождения 20 мая. И после этого 10 дней... Ну, знаете, у каждой культуры есть свои события. У православной культуры это страстная неделя. У людей, которые живут в лунных циклах, это полнолуние. А вот у меня это период с 20 по 31 мая. Вот в этот период у меня всегда что-то случается. Вот уже, наверное, лет 30. Даже больше. Лет 35. Я думаю, что... Вот я после этого, я думаю, что можно будет в начале июня что-то понимать. Может быть, в конце мая можно что-то понимать. Сейчас весы качаются. Сейчас точка бифуркации продолжается. Я понимаю логику, что, ребята, если все будет так, как сейчас, то к середине лета доллар 95-100. Ну, между нами, говоря, скорее 93-95. Но у всех у нас эмоции. Мы понимаем, что есть инерция рынка и так далее. Ну, не 100, во всяком случае. Но, понимаете, так, как сейчас не будет. Прогнозирование самое главное – это улавливаться. Когда количественные изменения заканчиваются и переходят в качество. Если вы понимаете, в какие качества они переходят, вообще идеально. Но минимум – это вот эту точку бифуркации ощущать. Естественно, люди в Банке России, которые сливают информацию, если они есть. Если это не слив информации из Банка России, действительно. А если это не галлюцинация людей в Телеграм-канале, соответственно. Они про это не знают. Это понятно. Но они это не могут не ощущать. При этом огромное количество информации связано с тем, что ситуация в рубле завязана с ситуацией в нефти. При этом за последнюю неделю по нефти какая-то очень страдает информация. Долгое время нам говорили, что да, вроде как официальный потолок цен на нефть ввели, и он работает. Но и Китай, и Индия, даже когда они говорят, что вроде как платят довольно мало, на самом деле, там на перепродаже и так далее. Это тоже наши посредники, связанные с Россией, контрагенты. И все равно там Россия, по идее, получает приличный навар. Неделю назад новость. Средняя цена нефти Юрлс в марте упала. В 1,86 раза по сравнению с мартом прошлого года. До 47 долларов 85 центов за баррель, данные Минфина РФ. Позавчера новость. Цены на российскую нефть Юрлс превысили ценовой потолок из-за укрепления дифференциалов сорта на спросе в Индии и Китае. Также скачка котировок Бренд, пишет Ройтерс, со ссылкой на источники в отрасли. То ли она подешевела, то ли она подорожала. Послушайте. Что происходит? Минфин. Просто каждый смотрит со своей колокольцем. Минфин говорит 45 с копейками. Это то, что учитывается бюджетом. Это те деньги, которые учитываются бюджетом. При оценке соответствующих поступлений. Они ниже цен реальной продажи. Почему? Вот как сейчас происходит торговля. Я такой весь из себя экспортер нефти российской. Ребята. Значит, мы... Я вам продаю нефть. Со скидкой. То есть, грубо говоря, скидка 30%. Ну, где-то 20%, где-то 35%, неважно, со скидкой. Значит, я получаю цену нефти без скидки. Эту цену я фиксирую внутри российского государства. Это те деньги, которые в Россию заходят очень частично. Но это те деньги, мои результаты хозяйственной деятельности, которыми я отсчитываюсь перед российским государством, из хозяйств которых рассчитываются российские навыки. Эти деньги могут заходить внутрь страны, могут не заходить по сегодняшним правилам. Когда государство делает все, чтобы выпихнуть валюту из стран. Дальше. Следующий вопрос. Ребята, как мы с вами делим скидку? Понятно, что я не дебил, и мои контрагенты тоже не идиоты. Поэтому эта скидка не является ни их чистой прибылью, ни моим чистым убытком. Мы эту скидку делим. В каких пропорциях? Бог вестит. После этого, в той степени, в которой я являюсь патриотом или подконтрольным органом российского государства, моя доля скидки используется для решения каких-то государственных или квази-государственных вопросов. Закупить у того, кого нельзя, то, чего нельзя закупить, и на верблюдах, или в джипах, или в аэростатах перекинуть в Россию. Если я не имею в Российской Федерации в реальности отношения, то, соответственно, эти деньги, моя доля достается мне. И опять-таки, может быть, введена на территории Российской Федерации, потому что там это опасно держать. Все равно может быть прослежена связь. А может оставаться там. Видите, сколько неопределенностей. Теперь смотрим, кто о каких ценах говорит. Минфин говорит о тех ценах, которые после всех скидок экспортер нефти заявил ему. Ребята, я налоги плачу 45, не волнуйтесь. У меня может быть 81, но я это не скажу. С другой стороны, китайское государство говорит, ребят, а мы закупаем по 81 доллар за баррель. Это тоже правда, потому что они закупают, и у меня они закупают прокладки. Они закупают у трейдера. И вот эта вот разница может быть вполне между 81 и 41. И она как-то может делиться. В том числе в пользу китайского государства даже. То есть в результате введения западных санкций огромная часть нашей торговли ушла в тик. И каждый ловит свой кусок. Первый раз говорит, о, ребята, а мне люди из отрасли говорят, что это продажа условно за 70 долларов за баррель. Правильно. 70 долларов за баррель, это можно интерпретировать так, что это то, что получает наш экспортер нефти. То есть официальная цена продажи плюс его доля в скидке и, может быть, плюс его доля в посреднике. А может быть и нет. Мы не знаем, как устроен внутри этот рынок. Более того, я скажу, что для каждой серьезной сделки он устроен по-своему. Что экспорт нефти в Китай устроен по-другому, чем экспорт нефти в Индию. Просто по-другому. А экспорт нефти, извиняюсь, в Объединенные Арабские Эмираты. А сейчас мы якобы экспортируем в Эмираты? А я совершенно не исключаю, что он есть. Понимаете? Потому что, ну, купить за 20 и перепродать за 30, ну, какой нормальный человек от этого откажется. Ну, нормально. Торгуется, естественно. Еще одно заявление. Еще одно заявление Минфина. Ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 7 апреля снизятся в полтора раза до 3,7 миллиардов рублей. В сумме за месяц составит 74,5 миллиарда рублей. То есть мы сейчас продаем валюту по бюджетному правилу. Да. Я напомню, что продажа валюты по бюджетному правилу – это заморозка денег в федеральном бюджете. Потому что рубли, которые получены за продажу валюты по бюджетному правилу, они валяются на счета в долгое время, потом заводится в фонд национального благосостояния. То есть у людей дефицит федерального бюджета, а они продолжают замораживать деньги. Ну, после этого мыслить о российской государственной политике в терминах наркозависимости – это значит оказывать ей незаслуженный колоссальный комплимент. Михаил Геннадьевич, а вот зачем это делают? У них какая логика? Они же как-то вот это объясняют. Послушайте, вот зачем – это вопрос, который можно задавать в высокоорганизованной материи. Да, я все время допускаю эту ошибку, простите. Люди, которые нами управляют, нужно задать вопрос – почему? У них написано, что нужно замораживать деньги в федеральном бюджете. Они замораживают. Потому что если эти деньги направить на расходы, то в России может возникнуть какое-нибудь развитие. Это обеспечит конкуренцию России с западными хозяевами. А это неправильно. С другой стороны, эти деньги будут отвлечены от финансовых спекуляций в что-то полезное. Может, что-то бесполезное, но в реальном секторе. То есть либералы, которые служат финансовым спекулянтом, не могут допустить отвлечения денег в реальный сектор. И здесь разница между строительством, зарплатой бабушки, премией ФСБшников отсутствует. Это деньги, выведенные из сферы финансовых спекуляций. Представляете, какая потрясающая финансовая спекуляция. Заморозить 300 миллиардов долларов, а признать замороженными 80 миллиардов. Кто-то 220 миллиардов просто вывел в тени. Там непонятно, что с ними делать. Михаил Геннадьевич, а Силуанов, наш дорогой министр финансов... Знаешь, очень... Нет, вы знаете, вот вы неправильно формулируете. Я бы сказал, наш исключительно дорогой. Я даже не знаю, сколько он нам вошелся в миллиардах долларов. Больше, что в сотнях миллиардов долларов надо считать. Баснословно дорогой. Все запланированные на этот год решения будут обеспечены финансами, независимо от разницы доходов и расходов бюджета. То есть, говорят, деньги есть, денег полно. Михаил Геннадьевич. Как говорил один из его предшественников, товарищ Чубайс, у нас очень много денег, мы не знаем, куда их девать. У господина Силуанова в фоне национального благосостояния валяется больше 11 триллионов рублей. Сейчас больше 10, наверное. А еще сколько-то триллионов они засекречены, распиханы по бюджетным счетам в виде остатков на бюджетных счетах и в виде депозитов в Банке России. Бюджетный депозит, так называемый. Так что у него точно больше 14 триллионов рублей, которых хватит на неопределенное будущее. Извините за этот жест. Я показывал горизонт. В дополнение к тому, что вы напомнили, 11 триллионов ФНБ, да, еще есть нерасходованные остатки на счетах казначейства. Еще вот тут необычная новость пришла из пенсионного фонда. То, что у них по прогнозам за прошлый год должен был образоваться дефицит 120 миллиардов, а у них наоборот профицит. У них каким-то чудесным образом удалось сэкономить триллион сто двадцать триллион сто сорок миллиардов рублей. Как это вообще возможно? Ну как? Элементарно? Если вы обеспечиваете истребление пенсионеров сверхплановыми, невыносимыми условиями существования, знаете, меня повозили по моргам в некоторых городах. Меня повозили по моргам в некоторых городах. Я уж не буду говорить в каких. Пенсионеры в силу разрушения системы медицины при этом умирают. При этом надо еще понимать, что пенсионеры люди добросовестные, а государство по инерции в массе своей все еще верит. И когда государство сказало, ставьте на себе, займитесь вивисенцей, ставьте на себе заживо опыты от людей не медицинских, они в массе своей стали на себе эти опыты ставить. В результате они освобождают пенсионный фонд. Помните, была такая рекламка социальная? Владимир Владимирович Майковский застрелился в 30 лет. Александр Сергеевич Пушкин погиб на дуэли в 37. А что вы сделали для пенсионного фонда России? Когда огромное количество людей поставило на себе, не имеющие никакого отношения к медицине, чудовищные опыты. Естественно, мы видим, что люди умирают досрочно, сверхпланово. Вот вам сверхплановые доходы пенсионного фонда. Как я понимаю, экономия, средства. Вот, пожалуйста, это финансовое выражение, ну, выражаясь грубо говоря, за полный убийство людей. Целая группа новостей, кластер, можно сказать, по всей стране. Огромное количество скандалов и жалоб. Чиновники отчитываются, что зарплаты растут. На самом деле берут зарплатный фонд, куда-то непонятно как там, тусуют, тусуют, что-то там мутят, мешают. Получается, что итоговые выплаты стали меньше. Зарплата чуть-чуть больше, премии исчезают полностью и у учителей, и у медицинского персонала, врачей, медсестер, санитары, где их еще не добили. Огромные жалобы от водителей, скорой помощи и фельдшеров. То есть, бюджетная сфера просто стонет. Вселуанов говорит, все запланированные решения будут обеспечены. Они про какие решения говорят-то, если народ жалуется. Кстати, Михаил Геннадьевич, проговорите, пожалуйста, персонально, я все время об этом говорю, что надо писать депутатские обращения к депутату. Будем делать запросы, чтобы разбираться в каждой ситуации. Когда у вас все плохо. Электронный сайт Государственной Думы. Сайт Государственной Думы в интернете. дума.gov.ru Гов это не то, что многие из вас сейчас подумали. Это сокращение от английского government, правительства. дума.gov.ru Там есть приемная, электронная приемная. Можно написать депутату. Значит, пишите мне и пишите всем профильным депутатам. То есть, всем депутатам от вашего региона и всем депутатам от профильного комитета. Обязательно председательству комитета пишите. Важная деталь. Нужно писать разными словами. Если вы одно и то же письмо захлете условно в 20 адресов, то оно будет автоматически помечено электронной системой, как массовая рассылка. Никто, кроме меня, его читать, скорее всего, не будет. Поэтому пишите разными словами. потрудитесь написать разными словами, 20 разных писем с описанием ситуации. Чтобы там были все ключевые моменты. И отправляйте. Значит, заявление Силуанова. Ну, простите, а почему вы считаете, что заявление Силуанова о том, что все средства, все запланированные расходы будут профинансированы? Почему вы думаете, что у него не запланированы расходы по уничтожению бюджетного сектора? Ну, в самом деле. Господа выписали все зарплаты, достаточные для того, чтобы обслуживаться в частной медицине. Государство медицины является конкурентом частной медицины. У нас по этой логике, когда уже при Собянине взяли советницей профильного заместителя Собянину Машу Гайдар, как раз ликвидация медицины началась с города Москвы, по всей России. С богатейшего города. Потому что государственное здравоохранение конкурирует с частным медицинским бизнесом. Поэтому государственное здравоохранение нужно ликвидировать. Ну, пусть стены стоят, нет проблем. Но сделать так, чтобы, если вы не гастарбайтер, вы не могли там получить реальную медицинскую помощь. Эта задача решается, как я понимаю, весьма и весьма успешно. В том числе, в части, естественно, побочное следствие сокращения численности населения Российской Федерации. Которое ведет весьма успешно. Особенно, если вы посмотрите на профицит, неожиданный, нежданный профицит пенсионного фонда. Дальше. Товарищ Силуанов отличается не только умомосообразительностью, как в известном мультике. Он отличается крайним цинизмом. Потому что мы же понимаем, что при курсе рубля, условно говоря, 63 рубля за доллар. И при курсе рубля, условно, 80 рубля за доллар. Это разные рубли с разной покупательной способностью. Ну, у нас импортозамещение идет полным ходом. Поэтому от импорта мы зависим очень сильно. В медицинской сфере зависимость еще более. Потому что безумно выросли цены на все оборудование, на все расходники и так далее. Если раньше халатик стоил рублей 300, то сейчас он стоит уже по тысячу, а то и за тысячу. Ну, такой совсем прозрачный. И о сложном оборудовании я уж не говорю. Поэтому инфляцию, мы же говорим, что у нас инфляция сейчас снижается. У нас 4% будет в этом году инфляция согласно прогнозу бюджета. А реальная инфляция будет в несколько раз больше, я думаю. Соответственно, покупательная способность рубля резко упадет. Это когда бюджет наполняется инфляционными рублями, девальвационными рублями. А формально обязательства бюджета исполняются. А то, что на эти рубли уже нельзя ничего купить в 90-е годы, это точно так же, как в 90-е годы, никого не интересует. Вот это людоедство. И товарищ Силанов очень горд этим людоедством, насколько я понимаю. Жестко, Михаил Геннадьевич, очень жестко. Простите, пожалуйста, это я сказал, что ли, что мы выполним все обязательства тютелька в тютельку. При том, что покупательная способность этих обязательств упала, упадет, уже упала и упадет еще сильнее. Это что, я что этот цинизм сказал, это гумление осуществляет? Нет. Что здесь жестко? К Силуану все вопросы. Софинансирование долгосрочных сбережений государством до 36 тысяч рублей в год заработает в ближайшие месяцы. Это тоже, говорит Силуанов, это звучит позитивненько. Что за софинансирование сбережений? Или девальвация рубля это все обнулит? Идея следующая, что нужно привлекать долгосрочные деньги. И вместо того, чтобы создавать долгосрочные проекты в майсе свои, с гарантированной рентабельностью. Ну, например, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства крупных и средних городов. Там, где она не прошла. В Москве и Питере она прошла, и то не везде. А во многих регионах она еще не прошла. Собрать по этой деньги, пенсионные деньги на это можно направить. Если пенсионных денег не хватит, пожалуйста, облигации распространяйте. Вместо этого Минфин что делает? Он же поддерживает не реальные секты, он поддерживает финансовую спекуляцию. Если вы какие-нибудь финансовые инструменты вложите на долгую сумму денег, то мы вам раньше индивидуальные инвестиционные счета, а замораживаете деньги на три года, получаете освобождение от 13% налогов. За эти три года, извините, простите меня, пожалуйста, как бы рубль-то обесценится из-за девальвации по такому руководству. Это же понятно. Но многие вклады. Здесь механизм тот же самый. Только уже не освобождение от налогов, но и софинансирование. Знаете, как пенсионные вклады. Вы вносите дополнительные пенсионные взносы, делаете дополнительные пенсионные взносы. Если вы доживете до пенсии, то вы будете получать чуть больше. Государство вам доплачивает вашим пенсионным взносам, что вы получали еще больше, если опять-таки доживете до пенсии. Здесь то же самое только с укладами, как я понимаю. Идея хорошая, но она настолько частная, настолько мелкая. И настолько человек, который смотрит вокруг себя, он настолько не поверит, что у нас не будет девальвации. Девальвации может и не быть. У нас в 90-е годы были длинные периоды, когда не было девальвации, рубль даже укреплялся. Люди на укрепление этого рубля вот так и зарабатывали. Потом происходила девальвация, и все, кто не успел выскочить, все теряли сил. У нас тоже может быть период до укрепления рубля. И сейчас. Мы совсем недавно помним, в прошлом году. И пик 120 рублей за доллар он еще не достигнут. И вряд ли в этом году достигнут будет. Но даже с учетом всех внешних нестабильностей, всех внешних рисков. Но поверить этому государству, но это себя не уважать. Я так... Ну, как мне это объясняют люди. Я же проговариваю с людьми, у которых есть немножко деньги. Мне смотрят, говорят, ты что, дурак? Хорошо, Михаил Игнатьевич. Если человек сейчас, не знаю, копит на квартиру, что ему делать с деньгами? Вот есть какая-то сумма на учебу, на машину, на квартиру, не знаю. С этими деньгами что? Доллары покупать, юани покупать, золото покупать, ипотеку брать? Если надолго, в неопределенный срок, то это золото. Причем золото физическое. В монетках или в скидках. Сейчас оно люто подорожало. Люто просто подорожало. Но общий принцип остается. Потому что впереди нас ждет распад мировой финансовой системы. Когда будет золото и что-нибудь еще. Если на срок обозримый, то это доллар. Потому что все... Если, конечно, найдете наличные, но в Москве, скажем, с этим проблем особых нет. Просто вы заплатите конскую маржу, но все равно это будет доллар. Естественно, доллары не на счету, где их могут еще раз заморозить. Надеюсь, что без этого обойдется. Но один раз было. Ну, соответственно, мы все помним. Наличный ход. Но это... Я даже не знаю, на какой срок сейчас можно это удержать. До конца лета, наверное, можно. Если это деньги, которые вы можете... Узнаете, вот ситуация. На черный день. То есть, я завтра могу ногу сломать, не дай бог. Или кирпич на меня упадет. И будут непредсказуемые расходы. Вот на это. На это в рублях. На это в рублях. Потому что в Москве в любой подворотне доллары обменяется. Но вы обменяете это себе в убыток. Если вы короткое время будете их у себя держать. А в регионе вы с этими долларами можете бегать до победы коммунизма. На морковке на заговине. Поэтому в долгую золото. В несколько месяцев. Но опять-таки, в несколько месяцев рубль может не отрасти. Рубль может не ослабеть. Рубль может, наоборот, укрепиться. Так что сейчас золото или рубль. Я бы так говорил. Естественно, если вы работаете в какой-нибудь компании. И знаете, что в эту компанию вот-вот придут огромные государственные деньги. Огромные государственные заказы. И у вас при этом еще есть свободные деньги. Вы можете купить ценные бумаги этой компании на бирже. Это называется инсайдерская торговля. Это уголовное преступление по нашим законам. Даже по нашему с 2009 года. Но опять-таки, по-моему, два человека за это было осуждено за все время. Если вы неквалифицированный участник фондового рынка. То за вами гоняться и проверять вас никто особо не будет. Тем более, если выяснится, что вы не могли знать все это дело. Я чувствую себя очень некорректно. Потому что я говорю людям о вещах, которые, в общем-то, являются преступными. Но у нас на этом построена огромная часть фонда ОРОК, как и на глубоком усажении. И на фоне государственной политики. А работа по разблокировке российских активов за рубежом ведется. И в РФ остаются замороженные активы стран Запада. Поэтому мы им еще покажем, говорит Силуанов. Значит, господин Силуанов, у него, знаете, такой вот эффект туннельного зрения. Синдром туннельного зрения. После похмелья такое. Бывает иногда, когда очень тяжелые похмелья. Вот вы видите перед собой, как будто у вас шора надета. Вот видите, как бы в трубе. А вокруг не видите ничего. Работа ведется. Но даже Министерство иностранных дел, по-моему, уже было вынуждено признать, что перспектива этой работы крайне сомнительная. По крайней мере, в обозримом представимом будущем. Работа ведется, как я понимаю, так. Жене Манш посижу. Если бы кто-то хотел вести работу, просто начал бы конфисковывать активы. Посмотрел бы, какие западные корпорации наиболее влияют. Так, ребята, значит, ваши активы мы конфискуем через три месяца. А ваши через четыре месяца. Время пошло, давайте. Если вы добьетесь разблокировки наших резервов, тогда мир дружба жвачка. А иначе мы конфискуем и забираем себе. Дальше. Кто у нас самый влиятельный? Цифровой бизнес. На чем стоит цифровой бизнес? На интеллектуальной собственности. Ребята, отменить. Отменить права интеллектуальной собственности. У нас официальные пропагандисты кричат. Ребята, надо сбросить атомную бомбу на Запад. Начать ядерную войну. Ну, весь мир в труху. Цитирую про весь мир в труху. Туда словно. Я этим же людям говорю. Ребята, а может начать не с ядерной войны, а начать с отмены интеллектуальной собственности. И сказать, ребят, деньги возвращайте. Восстанавливаем вашу интеллектуальную собственность. А так мы превращаем Россию совершенно бесплатно в мировой центр научно-технического прогресса. И в инженерных науках, и в медицинских науках, и в программировании, во всем. Знаете, какой ответ? Нет, это нельзя. Это слишком высокая неопределенность. То есть, понимаете, в головах у этих профессиональных патриотов нанести Западу ущерб при помощи ядерной бомбы – это можно. А нанести Западу реальный ущерб, который будет для него болезненный, от которого он заплачет и пойдет на уступки – вот это абсолютно недопустимо. Это харам. Это нельзя. И, наконец, самый последний. Лучший ответ господину Севуану дало коллективное, не коллективное Западо-российское руководство, которое разрешило на Ватэку заплатить Шеву за замороженные активы. 94,8 миллиарда долларов Ашелу разрешило вывезти эти деньги из России. То есть, продемонстрировав тем самым, что вся эта заморозка – это не всерьез и не по-настоящему. Если у какого-нибудь нашего олигарха задымились активы на Западе, то ему можно для этого олигарха частного разморозить все, даже не под конкретные обещания, а просто под надежду. Ответ, кстати говоря, на это мероприятие уже пришел. Как только пришла информация о том, что мы, значит, эти активы размораживаем, передаем на Ватэку, то есть, из собственности Шелла переводим в собственность российского олигархата. Тут же министр энергетики Евросоюза сказали, что, значит, мы предоставляем странам Евросоюза право без решения Евросоюза в индивидуальном порядке национальным правительствам право замораживать. Ну, в общем, если грубо, то запрещать экспорт российского сжиженного природного газа в свои страны. В чем причина? Сахалин-2 – это проект по сжижению газа. Пока там была доля Шелла, такое решение нанесло бы ущерб Шеллу, пусть даже потенциально. Поэтому такое решение было невозможно. Как только этот проект перешел к Новотэку, заложника больше нет у Российской Федерации, можно вводить санкции. Я все думал, что господин Лавров сказал свое ДБЛД про западных журналистов. А теперь я понимаю, что он говорил про тех, кто стоял за спиной этих западных журналистов. Михаил Геннадьевич, а вот эти люди, они не боятся, что... Ну, я не знаю, там рассерженные патриоты спросят, почему у нас так все произошло. Рассерженные патриоты за Стрелкова спросили. За 2014-2015 годы российское государство признало, ну, поскольку мы действуем в условиях вражеской цинозу Ютьюба, мы не можем назвать своими словами, что именно признало российское государство на Украине. Скажем так, новое образование. И потом, понимаете, ведь 36 лет национального предательства, начатых Михаилом Сергеевичем Горбачевым в 87-м году, их же никто не заканчивает. И все эти 36 лет национального предательства выработали условно 36 лет дрессировки. Это у обычных людей полтора поколения за это время прошло. А в чиновничьем мире за это сменилось поколение 8, а то и 10 чиновников. 8 или 10 поколений. Идет дрессировка. А почему, Михаил Горбачевич, это интересует меня лично, а почему так быстро поколения чиновников меняются? Они куда потом деваются-то? Они хапают денег и все? Поминай, как звали на побережье Майами? Кто-то хапает, кто-то не хапает. Но они меняются. Потому что меняются команды, меняются стили этих команд. Понимаете, команда Горбачева 87-го года, команда Горбачева 89-го года, команда Горбачева 91-го года. Три разных команды. Иногда они состоят из одних и тех же людей, которые меняются в соответствии с временем. Сравните Чубайса 92-го года, Чубайса 97-го года, Чубайса 2003-го года, Чубайса 12-го года Вася сегодня. Это разные люди. Они ведут себя по-разному. Они по-разному действуют. Их разная утренняя логика мышления. Их разные возможности. Так что бывает так, что поколение 8, а Чиновник один. В массе своей не меняется. Помните, был такой вице-премьер Дворкович? Не помните. И никто не помнит. А он гремел. Это был человек, который сказал, что Россия должна платить за финансовую стабильность Соединенных Штатов Америки. И ни у кого в тот момент уже при Путине это не вызвало никаких вопросов. Все понимали, что Россия за финансовую стабильность США должна платить. А как же иначе? Общая позиция государства. Кто сейчас его вспомнит? Кроме партнеров по вере в шахматы, наверное, никто. И других партнеров. Так вот. Возвращаясь к нашей теме. И 8 или 10 поколений чиновников. Я, правда, их не считал. А вот представьте, 8 или 10 поколений. Вы 8 или 10 поколений назад своих родных не вспомните. Не знаете. У них вбивалось в головы одно и то же каждый день. В каждую голову каждый день. Утром, днем, вечером. Что предательство Родины это то, что полезно. То, что окупается. То, что разрешено. Защита интересов Родины. Это преступно. За это наказывают беспощадно. Так чего ждете от плодов этой эволюции. Чего ждете? Чего от детей ЕГЭ ждете, что они при первой неопределенности бросились вон из границы. Их мало еще бросилось детей ЕГЭ. Учитывая, как их воспитывает государство. Когда они видели, что государство их дедушек, бабушек убило, их родных обмануло, кинуло, надругалось над ними, об их родителей вытерло ноги, а теперь говорит, так, иди сюда, ты мне нужен, твоя жизнь мне нужна. И когда говорят, что после этого из страны убежало только там то ли полторы сотни, то ли три сотни этих людей. Ни один вопрос. Очень мало. Что их остановило здесь? Ну, здесь хочется вспомнить нашумевшую запись переговоров якобы продюсера Пригожина и одного... Вы знаете, вот давайте без якобы я вполне этой записи доверяю, потому что никакой искусственный интеллект такой мать сгенерировать не может. Михаил Игоревич, я тоже ей доверяю. Просто я думаю, что они будут долго отбрыкиваться. Я могу сказать, что это клевета. Это производит правдоподобные впечатления. Да. Потому что они разговаривают, как украинцы. А ведь... Михаил Игоревич, вот почему они не сбежали? Потому что у них тут денежные вопросы. А многие не сбежали, потому что у них нет денежных вопросов никаких. Возможностей нет. Нет, нет. Вы знаете, с другой стороны, вот так вот... Ну, допустим, вот сейчас я оказываюсь в какой-нибудь там Грузии, Армении, в Казахстане без копейки денег. Никому я не нужен. Мне 55 лет, да? Ну, что, я... Допустим, у меня нет никаких знаний ни о чем, да? Там было раз. В мелкой торговле я могу как бы пробавляться. А простым физическим трудом я могу как-то пробавляться. Но особо не перенапрягаясь. Все-таки здоровье уже не то. Но особо не перенапрягаясь, там, какой-то я могу. Какой-то угол я себе сниму на еду. В чем проблема? Понимаете? Это... Понятно, что разрушенное сознание не способно думать о сложных вещах. Если у него нет миллиона или там хотя бы там 10 тысяч долларов, он не может себе представить. Если у него есть 10 тысяч долларов, он переезжает, селится в приличную гостиницу, пьет латте по утрам и страшно удивляется, когда день не заканчивается. Понятно, что он не способен планировать. И многие такие, кстати, сейчас возвращаются. Но кто-то помничествует в этих странах. Но опять-таки, понимаете, если вас поставить... Вторжение государства в жизни этих людей для них было чем-то инфернальным. Они... Вторжение реальной жизни. Они... Еще их родители выстроили себе такой карточный домик, такой, знаете, где все в порядке. Здесь, смотрим сюда, сюда смотрим, сюда не смотрим. Ну, как мы по улицам ходим, а гастарбайтеров не смотрим. Когда они скажут, Москва, Москва-Бат, это наш город, убирайся. Как говорили, в Баку, в Ташкенте, во многих других местах. Говорили так. В Тихеневе. Будет уже поздно. Мы, так сказать, закрываемся от реальности. Они, то есть их родители, они сами точно так же закрываются от реальности, только в еще большей степени. И когда реальность к ним пришла, это стало катастрофой. Очень много людей эту катастрофу пережило в процентном выражении жертв ЕГЭ, которые не могли, не должны были ее переживать. ЕГЭ и вообще в целом система образования направлена на разрушение личности, на разрушение способности воспринимать информацию, на разрушение способности действовать, на полную парализацию, на полную атомизацию человека. Огромное количество людей, испытав страшный шок, испытав все, очень плохо относять к своей родине, они, тем не менее, остались не от безысходности. Они смогли подумать и сказать, так, конечно, это все ужасно, мне это все категорически не нравится, я, грубо говоря, против своего государства, но я остаюсь и спрашиваешь этих людей, вот, подожди, почему ты не убежал? Мне начинают приведить какие-то бытовые детали. Говорю, ребят, понимаете, что вы мне сейчас от маски лепите? То есть, бытовые детали не значит ничего. Реальная причина какая? Кто-то говорит, мне лень. Понимаю. И очень много людей говорит, ну, подожди, здесь же все мое. Я здесь еще поборюсь, там-то я ничего сделать не смогу. Это говорит удивительно, небольшое процентное отношение, потому что это либеральный круг, который заметен в Москве и только в Москве. Вы в Питере, он не заметен вообще. Но он в этом кругу огромное количество людей мыслит, вернее, не мыслит, они не могут мыслить, они ощущают себя в стиле охматывания. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Мне это произвело совершенно потрясающее впечатление. Когда человека размытываешь, ну, естественно, не совсем не получается, потому что очень многие не вступают в диалог, но когда вступают в диалог, то это очень странное ощущение. Что вот вся эта либеральная накипь, она смоется. Она не вечна. Даже среди тех, кто воспитан в ее среде. Оптимистичный прогноз. И сколько времени это может занять? Сколько времени это может занять? Ну, это зависит от жизни, от заменяемости государства. Понимаете, если государство начнет от воровства переходить к развитию, белогвардейщина вся мечтала вернуться. Просто не всю пускали. А если это будет продолжать убийство России, то эти люди окажутся неправы исторически. Они ошибутся исторически, оставшиеся здесь. Так же, как ошиблись те, кто в свое время убежал из России. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»